новая крета prime classic family lifestyle и престиж ребята говорят что но менеджеры что вот это комплектация prime это будет такая как у всех маркетинговая комплектация то есть такой комплектации машин не будет но если там заказать можете через год придет вот и в принципе в принципе вот этой комплектации classic это и будет отправной точкой то бишь базой для новой креты вот сегодня мы эту комплектацию и посмотрим у нас будет машина с двигателем 1 6 литра механикой и полным приводом смотрите здесь этой комплектации стоит 1 миллион триста пятьдесят тысяч рублей машина будет в белом цвете и 10000 доплаты за цвет не нужно еще раз на эти classic полный привод и 1 6 движок 1 миллион 350 тысяч рублей и так давайте смотреть вот она это крета новая белом цвете и на механике в базе капитация classic с белым цветом да вот такие вот фары как тоже более-менее смотрятся то есть я так понимаю что такая новая скажет агмардахо да она еще как бы от цвета машины тоже зависит ну допустим вот белым цветом уже это более-менее мощно смотрится сервера цвете как-то все вот эти вот вы штамповки все эти линии они терялись и как-то казалось что совсем уж уныло так вот так тоже бы более-менее нормально нормально но и смотрите вот на белом фоне до сразу это видно что пластиковая без как ухну по кругу четко все это выделяется смотрится у нас виде штампы и колпаки повторить поворотов зеркалах буквально вчера продали при топовую крету ну люди довольны остались показали мне позже фотки купила молодая пара ну что сказать ли зоны свет вот как видите такие вот прямо лампы на калиф не эти желтые ничего здесь такой вот переходной момент но не знаю стоило ли заморачиваться с этим или нет как считаете датчиков парковки естественно нет смотрим новая крета двигатель 1.6 7.2 смешанный цикл расход 12 секунд до сотни 121 лошадиная сила 183 максималка объем бака 50 литров светодиод для ходовые огни комплектация 1.6 механика полный привод classic стране диски 16 кондиционер приборная панель с монохромным дисплеем 3 с половиной дюйма аудио система с светлым 8 дюймовым экраном apple carplay android auto электро регулировка водительского сидения обивка сидений тканью тематическая система моби кей 4 динамика ну и тут еще и пошли электронные помощники доп оборудования сигналка с автозапуском коры салона и багажника защита картера защита сетка радиатора 1 миллион шестьсот пятьдесят тысяч рублей напомню что цена в прайсе указана 1 миллион триста пятьдесят тысяч рублей вот такие вот цены зеркало как видите сверху в белые тут тут основа сама идет из черного пластика также осталось здесь глянцева стоечка ну и вот на белом фоне вот это вставка серебристого цвета она как-то теряется просто я все одну как-то тени игра потом вспомнишь и тут же у нас ставка такая машина белая черная неважно она будет такая же просто что чуть-чуть когда у нас здесь растворилась но эти у нас просто здесь уплотнитель никаких хромированных вставок ничего нет но и как сзади так и спереди тоже такой элемент еще лоткнули сюда стоило ли нет как пишите это делать ну его тоже крето теперь все производители стали прямо так везде это дело клеить эти буквы давайте посмотрим вот так сиду расположена датчика парковки нет как видите зато полный привод вот так вот крышка поднимается при моем росте что 72 сантиметра еще вот столько над головой но это тоже видите как только пол крышки в пластике а здесь все просто краска но тут просто вот белый цвет и не видно что тут такая шагрень вот тут видно что прямо четко прокрашена края вот тут уже сэкономили смотришься здесь розетка подсветка крючок ну тут ниша тут ниша лямка и тут что еще ну вот так все расположено домкрат инструментом накладка и твердый полик химия может помыть его при обытащить и просто взять шланга помыть тут все в пластике легко ухаживать будет съемная твердая полочка спинка задние как видите делимая отлично что закрываем подсветка номера и кнопка открытия багажника крета а штраф теперь куда деваться все по-взрослому вот так машина смотрится сбоку но в принципе конечно с дизайном немного не кажется перемудрили вот видите вот опять же здесь мы стоим сзади и сбоку да и вот это серебристая вставка она как бы не несу бы так глаза бросается светлое светлое на самом деле здесь серебристый пластик но я даже слышите там пусто где-то веткой бахнет вот так и все это сделала выламывается потом где-то бегать искать это элемент здесь пластик в арках различки спереди и сзади присутствует но и смотрите дверь эти как то есть не закрывает порог она туда утапливается нового тауса и пусть и шкоды короб дверь еще работает как часть арки ну что давайте в салон наверно самое интересное там будет вот такие паскетские дворники везде стоит кубка 205 65 r16 такие вот колеса ну вот честно говоря вот тут получше сделано это под матушкой чем у того же подсваген тауса давайте салон доступа без ключевого как видите нет уплотнитель имеется по всему периметру двери тут понятно что все так бюджетно твердо тут тоже все твердо несмотря на то что прям вот идеально сделано под кожей он самом деле все так пистончик имеется тут ниша прям отформула такую бутылочку но здесь все пластик и будет все греметь динамик все электростеклоподъемники водитель еще и автоблокировка дверей стекол складываем и зеркала уже в базе но и электрорегулировки угол на спинке лифт сиденья сюда там было написано по моему в этом спать еще дадут чего-то электро тут нет по моему и открытию лючка из-за бака потом ну давайте сразу посмотрим что потом опять же не забыть пластик все вот так работает ну что давайте мне уже самому интересно посмотрим что здесь предлагается по поводу вот этих воздуховодов уже пошли такие похабные комментарии мол похоже на вот это вот все такое ну не знаю у кого фантазия работает ли лично мне как-то ну параллельно я даже внимание на это особо не обратил вот ход ну да ладно роль как видите нас не в коже вот так вот от слова совсем то есть просто тупо полиуретан естественно что подогрева руля не будет а машина с долгом это стоит миллион 150 классово управление работа с громкостью работа с телефоном закладки тут бортовой компьютер вот так здесь все по простецки давайте проверим дан большие ходы все есть все конкретно хорошо тут отключение из пищу играете заглушка воздуховоды здесь сверху но вот опять же смотрите если бы можно было еще дверь до конца вот так как вниз вот так же если можно было вверх сделать было четко так получается что так типа вы вроде как бы перекрываете да вот и всего так уродует прямо вот вам в лицо вот так чуть чуть меньше и сторону то есть на пассажира и что будете драться а я теперь ах ты собака я тебе тоже так типа направлю да то есть либо сюда в центр друг на друга либо все закрыть а просто если вот допустим хочется чтобы быстро все это приветрилось то есть на полном полный поток сделайте живу вверху так пошло по потолку уже так нельзя какие-то вот опять же издержки такие непонятные вот это тоже типа ничка не ничка просто такое углубление просто может такой дизайнерский ход для чего-то сделано тоже непонятно естественно что здесь все такое твердо бюджетное то что вот так же как солярисе так все это работает большой такой экран 8 дюймов было заявлено радио менее закладки папки треки поезд настройки громкость здесь здесь вот так все видео скорость работы вентилятором рециркуляция то есть видно что панель заточена пошла тут другое но здесь согласитесь вот кнопками эта панелька она аж совсем не перегружена вот аж ни разу раз два три 4 5 6 все шесть таких кнопу лик остальное все тупо пластик в любом случае она чуть-чуть опять же развернута к водителю аварийка кондиционер и различную зону обдуву все и подогрев заднего стекла тут что огромная такая вот это да дырентик огромная что здесь это же нишка такая зарядка гаджетов и избежать на еще один избе и тут еще и имеется розетка вот подогрев сидений присутствует полный привод помощь при спуске из горы тут еще раз две заглушки его собственного механика 6 ступка достаточно такие короткие ходы в общем то вот опять же пишите готов нафиг этот автомат вот мне в кайф типа того что вот это вот механика но и не знаю я даже тоже так обсуждал сейчас когда вот по этим пробкам вот туда-сюда дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын на дергайся да нафиг она нужно знакомый в каком же лет 5 наверное несколько четыре года назад у него пятерка и поехал он в абхазии такой весь деловой тоже да нафиг на дай что твой автомат вставлять это все фигня вот типа ты чувствуешь машину это далее приезжает он из этой абхазии у него на ногах эти мозоли на руках тоже мозоли а ноги прям аж в кровь сбиты потому что там же но это же ехать в абхазию так через перевал это далеко представьте себе сколько он туда-сюда это сцепление тормоза сцепление газ цеплен тормоз это вот ногами переключали переключал а у него еще были такие эти миллионники эти тапки блин но представьте себе туда-сюда все это гонять вот ноги друг друга если где-то задевается уставших да то есть такое дело что нафиг а но это все нужно тем более в 21 веке блин посидушка смотрите такой самый дешевый материал ты поймай но боковые пора неплохие тут тоже что неплохо ремни по высоте регулируются проверяем микролист имеется здесь вот зеркало без шторки без подсветки вот так все здесь тоже когда сейчас смотрел атлас про который гибридный получается две версии flagship отличается от предыдущей версии чем дороже на 65000 то есть там будет опять же панорамный люк то на поверение панорамной крыши с люком поток и потом будет отличием антенна виде акули плавника и внимание еще будет отличие от предыдущей версии то что здесь будет вот подсветка возле зеркала подкиньте и все это дороже будет на 65 тысяч рублей вот они производители из чего исходят я честно другой раз логику не понимаю но маркетинг рули до хотите flagship аббатом на 100 тыс дороже что лампочки появится антенна и по равной крыше и все ну вот я не знаю из чего не исходит ну что вот так еще раз здесь все это дело смотрится такие вот неказистые стаканике один более-менее хоть круглый этот вообще такой пятиугольный какой то что хотели искать непонятно кондовый такой ручник но и вот по традиции такой небольшой подлокотник он типа мягкий не сдвижной нифига и короткий ну так вот хорошо хоть тут как-то еще разбавлена чуть-чуть это все этим хромом тут как видите тоже у нас ручка она же как ниша тут такой есть народ чтобы пальцем может был зацепиться чтобы ветер у вас и руки мокрые чтобы ветер у вас не вырвал дверь ну и все это вот так и пошло наверх ручки под естественный хват нифига нет давайте под себя отрегулируем так ну вот наверное тогда надо вот так же сделать вот вот так вот да наверно было бы нормально ехать по габаритам что сказать да вроде как бы вроде ненормально конечно хотелось бы вот ну хотя бы сантиметра на два дверь туда чуть-чуть сдвинуть чтобы как-то было больше пространство такого живого то есть у тех у кого клаустрофобия ну наверное не очень понравится что прям вот смотрите вот буквально сколько тут 6 сантиметров до от руля уже эти кнопки обычно это внизу тут как бы вот езди руки разгуляться тут работ все это рядом нужно она ли вот так делать не знаю я не знаю и вот смотрите я сижу как бы вот ну я усилился более-менее вольгот на детстве чуть-чуть сейчас еще вот так спинку сделать и прям тоже вот найти руку вот я вот уже между ногой и этой ручка уже вот рука еле проходит то есть нету такого чтобы локтем и раздвинуть чтобы вот такого примут вместо много ощущений нету вот от слова совсем как-то все узкого то внизу там вот нога еще как-то видите туда может руки уже вот чтобы уже все упираясь вот в это все дело вот такой вот не тоже замечание просто неприятно то все дело но и соответствует этот руль к чему вот эти вот элементы h2 мне непонятно ну да бог с ним маркетологом виднее да скажем так что идемки назад большой проем принципе ну и тут вот дверь прямо за эти как хорошо продержит спереди не очень тоже у нас имеется уплотнитель по всему периметру двери отлично детский замок понятно тут все тоже вот так тут тоже прямо четко подобрали не материал за пластик прям вот похоже на кожу а нет видите это тоже пластик твердый электростеклоподъемник тут вот как специально да вот этот пластик подобрал прям вот ну дешевый дешевый ну или конечно надо было как-то как сказать разграничить вот эти капитации да как-то их раздвинуть то есть там более дорогой получится то 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 уж совсем вот так дешево сделал такой пластик я не знаю дух вот такого сделайте не знаю да с такого сделать но это какой-то совсем не очень честно снова присаживайся закрываю это же сел и сразу раз . ниже вот прямого нужно чуть-чуть нагнуться чтобы вот если он локтем облокотиться то есть уже позвоночник искривляется крючок есть ручка нет плафончик такой ну в тахов-таусе тут посередине ручка дико здесь вот он такой старенький по мусорярисе такое спереди стоит здесь все ткань ткань и тут еще нас один карман предлагается здесь ниша гиппаде телефона и гнездо для зарядки видите как они стилизацию сделали такой кругляш и разъем из бешеные все тут видите как вот коврики вот эти да вот они коврики вроде как родные это поймали что а вот эти места вот они но не хочу на ногой здесь задевать потому что пыль вот эти виде вот эти места что если у вас дети или там кого-то вы любезно подвозите там постоянно вот эти все места они будут шоркаться соответственно этот карпит он придет быстро в негодность равны как и вот этот выступ тоже ну вот такие дела вот здесь видите на кладушке ими и имеется все закрытом тут вроде как все добротно сделано шов не здесь а вот он сбоку не разойдется над головой у меня еще вот столько места в общем-то нормально при моем росте 172 сантиметра тут два подголовника и тут нет ничего такой вот пузатый тут выступ видит спрофилированную для двоих а вот утрак такую что давайте попробуем присесть ну такой горб вроде как и не поясничный подпор это вот прям спина вот так вот выгибается в общем сидеть неудобно но если только недалеко ехать и тут еще перепад высоты тунете наверно сантиметров сколько всем да и так это у нас комплектация classic смотрите руль не в коже подарила руля нету все или это стеклоподъемники водителя авто складываемые зеркала здесь у нас механика 6 ступка подогрев передних сидений собственной и все имеется вот еще подлокотник здесь зарядку сзади электростеглоподъемники ну что еще вот такой экран восьми дюймовый и больше нет машины практически ничего давайте еще посмотрим под капотом открываем вот таким грохотом это срабатывает пружинки сиденье и сразу такая щель вот так все это дело сработало ну соответственно если мы видим эту палку то естественно что это уже ставил дилер и почему-то по-моему это да это ничего не указано внимание размещение под капотом пространстве автомобиля построен 5 метров понятно ну что вот такая вот горловина 5 литра по-моему влазит виде как здесь все шумка присутствует теплозащита еще одна горловина ну принципе вот так все старый движок тут ничего нового нету и корейцы же наоборот сказали что мол да вы чё блик типа какие новые движки русские спросили чтобы не 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 вышло движки типа на мне это не делайте нас вполне устраивает вот эти движки они уже всем как бы понятны все такое и поэтому менять движки не нужно вот но не знаем насчет того что говорили так русские не тут комиксы читаешь сплошь и рядом задиры блин и так далее так далее как думать я правда корейцев или нет шумка присутствует но тут еще два таких вот элемента из ну прорезинена такая сморская пластмасса такая вот тут тоже все видите решито пластиком ну и вот такая ручка нормальная ну что закрываем 121 лошадь мотора слушаем ну вот не хотят лупать а придется дей боксинг ну что как вам крета вот практически база капитации classic передний привод штампы колпаки датчика парковки не спереди и не сзади нет зато у нас кто-то к антенна полный привод белый цвет доплата за цвет не нужно 10000 ну здесь видите база не база вожу нас вот такой кранчик руль правда не в коже без без подогрева и салон у нас ткань самая такая простец к дешевой ткань сзади как видите два подголовника и нет подлокотника сзади ну вот так пишите комментируйте подписывайтесь что думаете по поводу такой от машины всем пока счастливо